Многие из предложенных идей хорошие, и они станут успешными. Некоторые же, скорее всего, будут провальными. И мы хотим, чтобы они провалились как можно скорее. Итак, Тоби, как главный финансовый директор подразделения журнала «Экономист», который занимается тиражированием, расскажите, как финансы повлияли на стратегию развития вашего подразделения. Если мы вернёмся в прошлое, то увидим, что издательскими компаниями и биржами руководила одна и та же сфера. И эта тенденция кардинально изменилась в течение нескольких последних лет. В прошлом бизнес-модель была очень простой. Вся суть была в том, чтобы получить прибыль от размещения рекламы. Конечно, у нас и тогда был элемент тиража, но в основном люди концентрировались на рекламе, как основном элементе бизнеса. С тех пор ситуация кардинально изменилась. Из-за развития цифровых технологий расходы людей изменились и стали более фрагментированными. То есть люди начали тратить деньги в различных сферах. И это оказало серьёзное влияние на наши доходы от рекламы. В это же время у нас появилась возможность развития в сфере тиража. Мы хотим найти глобально заинтересованных людей, которые хотят читать статьи высокого качества. В мире очень много таких людей. Финансы вступают в игру, когда нам нужно рассмотреть эти области, определить зоны прибыльности и помочь изданиям заработать на тиражах. Наша финансовая команда обладает всеми необходимыми характеристиками, которые позволяют ей глубоко изучить и проанализировать различные двигатели рынка. А их существует очень много. Мы должны выяснить, какие из этих двигателей помогут нашей инновационной маркетинговой команде увеличить объёмы продаж. Мы можем убрать те сферы, которые не приносят прибыли, и выбрать только те, которые увеличивают эффективность нашего бизнеса. Таким образом, с учётом всей этой информации, наша команда маркетологов сможет разработать новые идеи. Наши команды работают вместе, и эта работа была успешной и способствовала росту тиражей. Расскажите рецепт успешного партнёрства бизнеса и финансов. В нашей команде маркетологов работают очень креативные люди. Им нравится придумывать новые идеи и испытывать их на практике. У нас работают очень опытные маркетологи. Со своей стороны, со стороны финансового отдела, мы не можем просто смотреть на их работу и предоставлять им месячные отчёты и цифры, и делать одно и то же каждый день. Мы также должны внести свой вклад в общее дело для того, чтобы выполнять месячные объёмы продаж. В то время как они улучшают свои способности, мы также должны найти креативный способ соответствовать команде маркетологов. Многие из предложенных идей хорошие, и они станут успешными. Некоторые же, скорее всего, будут провальными, и мы хотим, чтобы они провалились как можно скорее. Как только одна идея провалилась, мы анализируем, почему это произошло, и думаем над тем, как можно улучшить ситуацию. Мы предоставляем фидбэк команде маркетологов. Таким образом, мы создаём эффективные взаимоотношения. Раньше мы очень часто обращались к истории, и она нас ограничивала. Иногда какая-то идея нам казалась очень рискованной, и потому мы старались остановить её реализацию или ограничить объёмы инвестиций, потому что она казалась нам очень рискованной. А сегодня мы, скорее всего, скажем, давайте протестируем эту идею и поработаем совместно с отделом маркетинга. И мы будем сотрудничать с ними каждый день. Кстати, я работаю рядом с директором маркетингового отдела, и мы общаемся каждый день и обсуждаем новые идеи. Он полагается на моё мнение, а я на его. И в целом, для бизнеса мы принимаем более эффективные решения вместе, а не по отдельности. Особенно учитывая, что сфера масс-медиа так стремительно развивается. Да, совершенно верно. Эта сфера развивается очень быстро, и средства массовой информации изменяются каждый день. Поведение клиентов постоянно меняется, и финансовый отдел должен думать о том, как на это быстро отреагировать. Чтобы вы порекомендовали компаниям и предпринимателям, которые смотрят это интервью и хотят развить собственные тенденции финансового планирования и анализа, и усовершенствовать свой бизнес. На данный момент в мире происходят кардинальные перемены, и нужно принимать решения очень быстро. Многие решения требуют глубокого анализа, для того, чтобы в итоге вы приняли правильное решение. Финансовое планирование и анализ постепенно приобретают важность. На данный момент это одна из основных составляющих бизнеса. Журнал «Экономист» вступил в эту игру довольно поздно. Мы только недавно создали надлежащие отделы финансового планирования и анализа, но это сразу же оказало влияние на наш бизнес. Раньше нам нужно было искать сотрудников, которые разбирались в нескольких процессах финансового планирования и учёта. Им приходилось заниматься учётом, прогнозированием и анализом. То есть один человек выполнял целый спектр задач. Сейчас же у нас есть команда людей со смешанными качествами. У нас есть эксперт по созданию модели и проработке различных сценариев. У нас есть эксперт, который углублённо занимается анализом. Также у нас есть эксперт по данным. В нашей команде различные эксперты работают вместе. Таким образом, мы получили отлично функционирующую команду финансового планирования и анализа. Очень важно помнить о том, что один размер не подходит всем. И на рынке работает целый ряд различных организаций. Нужно, чтобы верхушка компании поддерживала финансовое планирование и анализ, и чтобы эта деятельность развивалась. Сейчас у нас сформировалось более обширное сообщество. Лариса, которая руководит группой тенденций в сфере финансового планирования и анализа, отлично продвигает эту группу. Она встречается с людьми из различных сфер. И на данный момент в этом сообществе уже около десяти стран. Это стимулирует обсуждение наших результатов и текущих тенденций. Некоторые встречи, на которых я побывал, меня просто поразили и открыли мне глаза. И, на мой взгляд, это отличная возможность. Это помогает всем нам обдумать свои идеи. Я полагаю, очень важно, чтобы инфраструктура данных эффективно работала. Это очень важный момент. Так как данные помогают всем нам принять правильные решения для бизнеса. В контексте инвестиций журнала «Экономист» мы очень внимательно относимся к данным. Мы постоянно улучшаем наши решения и системы. На данный момент в нашей компании уже работает команда интеллектуальной обработки экономических данных. Она помогает нам разрабатывать инструменты для более точного прогнозирования. И на данном этапе мы можем сказать, что чётко представляем, что будет происходить в будущем. Возможно, это звучит странно, но уже сейчас у нас есть десятилетний план для подписок. Возможно, вы скажете, что никто не может знать, что будет через 10 лет. И я с вами соглашусь. И, скорее всего, наши прогнозы будут ошибочными. И мы об этом знаем. Прогнозы, как правило, ошибаются. Но нам нужно всего лишь на основе полученного опыта изменить свои прогнозы, так, чтобы они стали более точными. Можно сказать, что это замкнутый круг. Тоби, спасибо, что пришли к нам в студию и поделились с нами ваше мнение по этому поводу. Спасибо за приглашение. На это наше время подошло к концу. Если вам понравилось это интервью, оставляйте свои лайки и комментарии на сайте ducascope.tv.